Благодатный огонь совсем недавно прибыл в Украину, в Борисполь, спецрейсом. Его привезла украинская делегация. В аэропорту находится наш корреспондент Павлина Василенко. У нее узнаем все подробности. Павлина, добрый вечер, тебе слово. Катя, добрый вечер. Хочу поздравить с тем, что Благодатный огонь уже в Украине. Из Святой Земли он прибыл спецрейсом, а его привезли украинские паломники во главе с митрополитом Антонием. Буквально час назад самолет приземлился здесь, в Борисполе. В аэропорту Благодатный огонь традиционно встречали представители Украинской Православной Церкви и верующие. Прямо здесь частички огня передали представителям епархий и приходов. Огонь – это символ. Я уже сказал, что в греческом языке его название – Святый Светлый. Это свет, который засел в пещере Христа Спасителя, где он был похован. И это свет засеяло всему свету, что начинается новое життя. Господь настолько любит каждого из нас, что отдал своего Единственного Сына, который постраждал и сделал нас способными жить в вечности с ним в Царстве Небесном. И поэтому это огонь, который уже нас тут разогревает. Хочу напомнить, что вчера в Иерусалиме украинские паломники прошли ежегодным крестным ходом Дорога Господа в молитве за Украину. В составе украинской делегации, кроме священнослужителей, были и политики. Нардеп Вадим Новинский вместе с иерархами Украинской Православной Церкви встретился с патриархом иерусалимским Феофилом Третьим. Украинцы подарили патриарху уникальную икону, которая называется «Соборного мучеников украинской земли». Вадим Новинский сегодня рассказал об этой встрече с патриархом иерусалимским и передал от патриарха наставление украинцам. Вчерашняя встреча с патриархом иерусалимским была очень важна для украинской Православной Церкви. И он очень четко... Патриарх иерусалимский это один из важнейших фигур в мировом православии. И он сказал, что Украина переживает непростые времена и самая большая проблема нашей страны это раскол в церкви. И он сказал еще одну такую важную вещь, что раскол должен был преодолеваться исключительно на основании церковных законов и церковных канонов. Никакого вмешательства политики, политиков, общественных деятелей не должно быть в разрешении этого раскола. Вот это сигнал всем нашим властям. После прибытия Благодатный Огонь отвезут в первую очередь в Киево-Печерскую Лавру. Там его 23.00 можно будет увидеть и зажечь свои лампадки и свечи от Благодатного Огня. Также Благодатный Огонь проследует во все города Украины и во все епархии. И мы тоже приобщились к этому празднику. Взяли частичку Священного Огня и везем в редакцию. Катя, дождись, пожалуйста. Спасибо Павлинам. Павлина Василенко была на связи со студией. Она напомнила аэропорту Борисполь, куда прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима. Павлина Василенко была на связи со студией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова